Продолжаем с вами изучать возможности фреймворка jQuery по созданию анимационных эффектов. В этом уроке рассмотрим с вами три метода с приставкой Fade. Результатом выполнения их будет практически то же самое, что и результатом выполнения методов из предыдущего урока, то есть сокрытие или отображение элементов. Однако разница в том, что используя эти методы вы будете изменять только CSS-свойства непрозрачности элементов, к которым их применяете. Данные методы я имею ввиду. Первый метод FadeIn опять же принимает два параметра. Первый из них это скорость, с которой будет он выполнять свои функции. И второй необязательный параметр это функция метод, который будет вызван по завершении этого самого процесса. Тут стоит обратить ваше внимание, что если в дефолтном состоянии элемент, к которому применен данный метод, обладал каким-то значением непрозрачности, отличным от единицы, то есть был там полупрозрачным или как-то там по-другому, то данный метод доведет его именно до вот этого вот дефолтного состояния. Он не сделает его абсолютно непрозрачным, если он таким не должен быть. Мы проиллюстрируем это на примерах, если вам сейчас я недостаточно доходчиво объяснил. Итак, смотрим дальше. Метод FadeOut принимает два параметра Speed и второй необязательный параметр, опять же, имя функции, которое будет вызвано после того, как этот метод скроет путем изменения свойства непрозрачности каждый из элементов набора, относительно которого он был вызван. И последний метод этого урока, метод FadeTo, он такой более интересный. У него уже два обязательных параметра. Это параметр опять же Speed, скорость, с которой будет происходить изменение, и второй параметр Opacity. Это значение непрозрачности, до которой данный метод изменит соответствующие одноименные свойства у элемента или элементов, к которым он применен. Ну и если вы передали как третий параметр какую-то функцию, то он, соответственно, вызовет ее единожды для каждого элемента из набора. С теорией на этом все. Давайте-ка взглянем на код. Итак, у нас с вами снова есть закатовочка кода. На этот раз у нас уже только не две кнопки, как в прошлом уроке, а четыре. С одной из них, кнопкой FadeOut, я уже связал обработчик события клик. И по клику применяется метод FadeOut к нашему этому блоку. Вы можете заметить, как он медленно, в течение трех секунд, изменял свое вот это свойство непрозрачности. И в конце концов исчез. По клику на FadeIn он также медленно появится. Вот, с этими двумя кнопками никаких обработчиков пока не связано. Для чего они вообще надо? Сейчас я вам продемонстрирую. Так, давайте свяжем, например, с кнопкой Button3. И обработчик события клик. Анонимную функцию, которая будет к вот этому самому нашему с вами блоку с IDFirst. Применять метод FadeTo с следующими параметрами. Как скорость укажем Slow. Как финальное значение непрозрачности укажем 0.5. И как функцию, которая будет вызвана по завершении этого всего действия, снова анонимную функцию укажем, которая выведет на экран модальное окно с текстом, что непрозрачность diva 50%. Тут мы проэкранируем с вами вот эту вот апостроф, апостроф точнее, чтобы все корректно отображалось. Итак, сохраняем документ, идем в браузер, обновляемся, кликаем на кнопочку FadeTo 0.5. Видим, что непрозрачность diva у нас стала 50%. Теперь кликаем по кнопочке FadeOut. Блок окончательно исчезает. И теперь, если кликнем по кнопке FadeIn, div у нас отобразится, но его непрозрачность снова будет 50%. Это то, что я пытался вам объяснить при рассмотрении этого метода в теоретической части данного урока. Ну и давайте уже запрограммируем последнюю кнопочку FadeTo02. Идем в Dreamweaver. Копируем просто обработчик третьей кнопки. Тут у нас будет все аналогично, за исключением того, что изменяем финальное значение непрозрачности до 2. И здесь тоже, что надо сказать правду, изменяем на 20%. Сохраняем документ, снова идем в Firefox, обновляемся. И давайте поступим следующим образом. Сначала изменим непрозрачность блока до 20%, затем до 50%, затем ничего не произойдет, так как этим методом, да, методом FadeTo, мы изменили CSS-свойства данного блока до следующего значения, в нашем случае 50%. Вот. Ну и на этом, я думаю, мы завершим вот этот вот урок по фейдинг-эффектам. И в следующем возьмемся с вами за методы с приставкой slide.